Всем привет! Сегодня я расскажу вам об одной не совсем известной, но очень на мой взгляд полезной фишке беспроводных наушников, после которой количество приверженцев беспроводных наушников на мой взгляд должно возрасти. Я имею ввиду такую опцию как мультипоинт. Для тех, кто не знает, что это, это возможность подключать беспроводные наушники к двум устройствам одновременно или более. Самое очевидное применение этой фишки это возможность смотреть кино на планшете или ноутбуки подключенным к беспроводным наушникам, а при входящем звонке на телефоне возможность ответить на этот звонок, не отключаясь от планшета или ноутбука, притом разговаривать с этих же ушей, либо возможность переключаться между рабочим и личным смартфоном, в зависимости от входящих вызовов. Так вот, я подготовил для вас собственный топ блютус наушников, поддерживающих эту полезную, на мой взгляд, функцию. Хочу предупредить зрителей о том, что абсолютно все наушники из данного топа достойно себя ведут в остальных условиях использования и в основном отличаются небольшими нюансами, ну исключая, наверное, последние три места. Каждый из вас вправе выбирать любую из указанных мной позиций, в зависимости от своих предпочтений. И на каждую из представленных моделей на моем канале есть отдельный полноценный обзор с примерами работы микрофонов и задержки. Тьюб 916, еще раз всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, минимум 5 обзоров в неделю я выгружаю, а чаще 7. Ежемесячно разыгрываю 5 мебендов 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. Прикрепим мой телеграм-канал с промокодами на Алишке. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца. Итак, как говорил первый космонавт планеты Земля, поехали. Десятое место занимают беспроводные наушники Jabra Elite Active 75T. Эквалайзер вызова, рабочий мультипоинт, можно подключать наушники к нескольким устройствам. 7,5 часов автономности, правда, на максималках только 4 часа 40 минут. Море подделок на Алиэкспрессе. Есть странная функция сайтон, когда ты слышишь самого себя во время разговора, не знаю, кто ее использует, но уверен, что кому-то это нужно. Активный шумодав, который довезли уже потом в новых прошивках, в стоке при начале продаж его не было. Но в метро он вас не спасет, даже вкупе с пассивным он довольно печален. Функция прозрачности, которая работает неплохо, но и не супер. Бесполезная функция окружающего шума, механические кнопки управления, настройка наушников под ваш слух, стандартные кодеки, огромные вопросы к микрофонам, но ценник в два раза ниже, чем у их последующей модели, плюс они считаются топами. Но они однозначно переоценены даже во время сейла. С другой стороны, они в два, иногда даже в три раза дешевле, чем их следующая версия 85T. Именно поэтому они в топе, еще потому что у них мультипоинт, но поэтому они только на десятом месте. На девятое место я поставлю Xiaomi Redmi AirDots 3 Pro. Плюсов у данной модели довольно много. Например, они имеют активный шумодав, способный гасить внешние шумы мощностью до 35 дБ, двухуровневый режим прозрачности, до 28 часов работы с учетом подзарядки в кейсе, беспроводную и проводную зарядку кейса емкостью 470 мАч, наушники вполне компактные, имеют встроенный аккумулятор емкостью 35 мАч каждый, в наушники встроены драйверы, диаметром 9 мм. Воздуховоды прикрыты металлической сеточкой. Управление наушниками сенсорное, на одиночные касания ничего не завезли. Ложных срабатываний нет. К сожалению, с помощью наушников нельзя изменять громкость, сенсоры приближения в наличии отрабатывают они нормально. Анимации подключения наушников к смартфону нет, как нет еще и ряда функций. Но опять же, анимации есть, но только с телефонами Xiaomi. Например, нет поддержки кодеков высокой четкости, есть только AAC и SBC. Защита от брызг и пыли минимальна, IPX4. Приложение в наличии, но написано только на китайском языке. Под iOS приложения на данный момент нет. Есть, к сожалению, еще ряд минусов. Это, например, сенсорный слой у наушников представляет собой мечту любой сороки, а именно большую блестящую сенсорную панель. Мужикам носить такую я крайне не рекомендую, во всяком случае в России. Хотя, скорее всего, есть и исключения, кому это дело понравится. Также хочу отметить, что запас громкости здесь минимальный, а на 100% громкости звук наушников превращается в кашу. Опять же, пока вот с данной прошивкой. Басы отыгрываются совсем скромно, запаса по звучанию нет, звук весьма посредственный, не для истинных любителей. А еще совсем не радует отсутствие хотя бы английского языка в приложении, как я уже и говорил. Цена на данный момент на Алишке адекватна. Опять же, смотрим в описании и смотрим обзор. Два обзора на канале на эти наушники на глобальную версию. Она на данный момент не поддерживает никакие программы. И на китайскую версию. Там хотя бы можно настраивать режим работы шумодава и прозрачности. И то и другое работает в ушах отлично. Ну а самое главное, почему эти уши в топе? Мультипоинт. Почему только девятое место? Блестючесть. Восьмое место занимает, по моему мнению, еще одна модель от компании Xiaomi. А именно Xiaomi PhilCC Pro. Это, кстати, одни из моих любимчиков. Данные уши также поддерживают беспроводную зарядку бокса. Встроенный шумодав с максимально возможным для таких компактных ушей обрезаемым шумом в целых 39 дБ. Приличной автономностью в районе 7 часов на половине громкости, которой вам точно будет достаточно. Плюс поддержка быстрой зарядки. Емкость бокса в 420 мАч позволяет три раза перезарядить наушники. Емкость аккумулятора в каждом ухе равна 40 мАч. Беспроводная зарядка полностью зарядит кейс за полтора часа. Быстрая зарядка позволит после пяти минут в кейсе играть музыку на протяжении часа. Полностью наушники в боксе заряжаются всего за 50 минут. Сенсоры отключаемые, громкость них изменять можно. Bluetooth последней версии 5.2, микрофризов нет, по одному наушники работают, переподключение между наушниками бесшовное. Звук в данном ценовом диапазоне просто отменный. Есть как полноценные низы, так и средние и высокие частоты. Такая вот магия. Еще раз повторяюсь, в данном топе я озвучиваю не все характеристики, а лишь основные, на мой взгляд, дабы не раздувать размер ролика до полнометражного фильма. Полноценный обзор на каждый из девайсов, еще раз повторяюсь, в описании. Кстати, тесты микрофонов, 30 пар наушников вы также можете найти на канале. Их уже два и будет еще один. То есть в сумме я планирую протестировать 90 наушников, чтобы вы услышали, как у них микрофоны работают в одинаковых условиях. 60 уже на канале, в правом верхнем углу можете посмотреть эти два обзора. Вернемся к филсиси. Минусы у данных ушей, конечно же, присутствуют. Криво работающее приложение, для полноценной работы с которым нужно скачивать переведенную версию с формы 4PDA. Защита от влаги не заявлена производителем. Пластик ощущается совсем простеньким. Режим прозрачности бесполезен. Кодеки поддерживаются только стандартные AAC и SBC. Но, повторяюсь, уши очень достойные. Если у вас такие, то смысла их менять на что-то нет вообще. Седьмое место я отдам наушникам от компании Vivo, а именно Vivo TWS2. Плюсы данных ушей — это поддержка кодека aptx адаптив, защита от пыли и влаги по стандарту IP54. Естественно, как и во всех остальных наушниках, из данного топа мультипойнт на два устройства. Поддержка быстрой зарядки, при том, что емкость аккумулятора кейса целых 550 мАч. Полностью он заряжается за полтора часа. Кейс позволяет полностью перезарядить наушники емкостью 48 мАч каждые полных четыре раза. В каждом из наушников размещено по три микрофона для реализации функции шумодава и режима прозрачности. Сами наушники весят по 5,1 грамма. Кейс весит 32 грамма. Шумодав заявлен для посторонних шумов громкостью до 40 дБ. Но отрабатывает он, скажем так, среднее. Как вы, наверное, заметили, я еще ни разу не упомянул в спеках диаметр драйверов. Все дело в том, что большинство людей думают, что чем больше диаметра драйвера, тем лучше звук могут воспроизвести наушники. Это совсем не так. При большой диафрагме басы могут быть немного чище. Прямой зависимости между диаметром драйвера и качеством звука нет. И наушники с драйвером около 6-8 мм могут спокойно играть музыку гораздо лучше у 6-12 мм драйверами, которые обычно запихивают во вкладыше. Но эта тема для отдельного ролика продолжена. К остальным плюсам могу причислить наличие и отменную работу сенсоров приближения, автоматическое сопряжение к последнему устройству, очень достойное время автономной работы на 50% громкости, которая составляет 7 часов. Минусы следующие. Нет анимации на телефоне, нет приложения для айфона, кривой перевод в приложении, отсутствие отображения процента заряда кейса. Фриза случаются, запасы громкости нет, басы мягкие, я бы даже сказал слабоватые. Средний бас минимален, верхи чуть обрезаются, глубины немного мало. Беспроводной зарядки бокса нет, сами уши чрезвычайно скользкие. Хотелось бы покупать сразу готовый продукт, а не надеяться на будущее улучшение через прошивку, если таковые будут. Но Vivo обычно не разочаровывает. И в принципе, если не смотреть на нас, на блогеров и на то, кто как вещает через интернет, владельцы данных ушей в большинстве своем довольны. Я ни от одного пользователя не считал, что он недоволен их звуком за их деньги. Не делает Vivo плохих продуктов в плане ТВС. На шестое место я поставил Oppo NKX и то после последнего обновления. Наушники от вездесущей корпорации BBK. Плюсов у данной модели просто море. Bluetooth самый в свежей версии 5.2, приличная автономность в переразмере наушников меньше, чем AirPods Pro, беспроводная зарядка боксов, гибридная система воспроизведения музыки, возможность изменять громкость прямо с наушников. Сенсоры приближения есть, работают адекватно. По одному наушники работают, переключение между наушниками разумеется бесшовное. Есть также проверка прилегания наушников с помощью программы. Эта фишка почти уже у всех топов, но это и есть топовые уши. Кейс приличной емкости 535 мАч заряжается полностью по проводу за 2 часа, без провода за 2,5 часа по беспроводной зарядке. Емкость наушников 44 мАч позволяет им работать на протяжении чуть более 5 часов с выключенным активным шумоподавлением, и до 25 часов при учете зарядки от чехла. Запас громкости огромный, правда он стал таким лишь после обновления прошивки. Повторяю, что до этого они играли не очень. Высокие и средние частоты уши воспроизводят очень прилично, чего не скажешь про басы. Они появились, но не такие, как хотелось бы. Их тут откровенно по мне мало, хотя средний бас, еще раз повторяюсь, после последней прошивки появился, ура. Играют они средненько. Надпись DIN AUDIO на кейсе говорит о том, что производитель вложил немалые средства в маркетинг. Возможно и в разработку, но что-то с самого начала не получилось, только потом допилили. Минусы у данных ушей есть, перечислю основные на мой взгляд. Анимация отображается только на смартфонах фирмы OPPO. Поддержка фирменного кодека LHDC работает на крайне ограниченном круге смартфонов. Режим активного шумодава по мне бесполезен. Режим прозрачности очень печальный. Защита от влаги и пыли скромная всего IP54. Микрофоны на улице работают не лучшим образом, примеры опять же слышите на канале. Настройки наушников в программе Hey Melody лишь на английском языке и слегка конский ценник. Пятое место по праву принадлежит наушникам компании Xiaomi Flip Buds Pro. Данные уши имеют все необходимые для попадания в топ наушников спецификации. А именно поддержку беспроводной и быстрой зарядки кейса. Bluetooth в последней версии 5.2. Режим прозрачности, работающий нормально в отличие от OPPO NKX. Систему активного шумоподавления ANC. Поддержку мультипоинта, разумеется. Также уши поддерживают кодеки высокой четкости APTX Adaptive, что приятно. Кнопка на кейсе позволяет выполнять первое сопряжение с вашим устройством. Далее уши сопрягаются автоматически при открытии крышки кейса. Система шумоподавления имеет три режима в зависимости от окружающей обстановки, как и у большинства топов. Кейс, к слову, имеет практически зеркальную поверхность и очень сильно собирает отпечатки пальцев. Емкости кейса хватает на три полные перезарядки наушников. В наличии фишка, позволяющая назначить действие на сжатие кнопки наушника. Вспоминаем Airpods Pro. В OPPO NKX, к слову, реализована такая же фишка. И не надо думать, с какого производителя была слизана эта особенность. Я же уже сказал, правда? Автопауза. Есть датчик приближения, срабатывает адекватно. Ее, кстати, можно отключить в настройке программы. Китайцы реализовали в программе такую нужную фишку, как поиск наушников. Это круто. Уши при активации этой опции начинают сильно пищать. Минусы у данных ушей появляются в основном в несоответствии заявленных производителем характеристик реальности. Например, производитель пишет о 7 часах работы наушников на 50% громкости по кодеку AAC. Но громкость реально недостаточно для слушателя. И слушать эти уши на кодеке AAC не совсем логично. 5 минут зарядки в кейсе должны были давать 2 часа работы, автономной работы наушников на 50% громкости по факту дают лишь 1 час работы. Программа только на китайском языке. Если у вас всего один смартфон на руках и вы не знаете китайский язык, перевести без гугл переводчика пункта меню будет сложно. Микрофоны работают не самым лучшим образом, защиты от влаги нет никакой, эквалайзера в программе нет, замечания по звуку относятся в основном к воспроизведению высоких частот. Как всегда затычки топовые с басами хорошо справляются. И средний бас здесь тоже есть. И панч тоже. В целом эти одни из любимших наушников моих знакомых и я это дело разделяю исключительно у них проблема. Это стандартная для всех топов цена. Но с другой стороны это не яблочная цена, поэтому может быть имеют они право на жизнь. Я понимаю тех, кто их покупает. 4 место я отдал наушникам компании Huawei, а именно FreeBuds Pro. Плюшек у данных ушей довольно много. Минусы также присутствуют. Начну с плюсов. Как полагается всем приличным ушам в моем топе эти имеют поддержку быстрой и беспроводной зарядки бокса, при том отличную. Автономность в районе 7 часов, адекватно работающие сенсоры приближения и соответственно автопаузу. Как и у двух предыдущих ушей, одним из способов управления является сжатие ножки наушников. Bluetooth версии 5.2 – настраиваемые действия в программе, но при одной особенности. Программу надо скачивать по QR коду на коробке, либо с известного практически всем форума FOPDA. Напоминаю, что все, кто пытается оттуда что-то скачать, друзья, сначала нужно зарегистрироваться, иначе вы никак вообще не скачаете. Наушники в боксе полностью заряжаются за 40 минут, что очень круто. В наличии саморазряд бокса, небольшой, некритичный, но есть и это очень часто у Huawei появляется, что очень плохо, при том они это еще и признают. При условии полностью заряженных наушников и бокса уши могут играть на протяжении невероятных 30 часов. Конечно, при условии половины громкости, с отключенным шумодавом и отключенным режимом прозрачности, и подключение к смартфонам от Huawei. Но результат впечатляет, не правда ли? Наушники полностью зарядятся в боксе за 40 минут, кейс заряжается до сотки за 60 минут по кабелю и за 120 с помощью беспроводной зарядки. Кстати, поддержки кодеков высокой четкости у Huawei нет только AAC и SBC конкретно у этой модели. Активный шумодав рабочий, примерно на 70% громкости, внешние шумы исчезают. По звуку наушники Huawei в связке со смартфонами Huawei звучат лучше, чем AirPods Pro в связке со смартфонами Apple. Объем нереальный, средние частоты очень натурально звучат, низы не обрезаны, по верхним частотам вопросов нет. Есть вопросы к амбушюрам и форме. Штатные подойдут не всем, они штатные с трудом влезают в бокс. Пенные амбушюры вообще отказываются помещаться в бокс. И выхода из данной ситуации пока никакого. По итогу максимальный выхлоп от данных ушей будет только в связке со смартфоном от Huawei. И обязательно только после их примерки. Их форма не универсальна, вообще никак. Тройку лидеров открывают наушники Samsung Galaxy Buds Pro. Да, я не люблю Samsung, но эти уши они сделали хорошо, в отличие от всех остальных их ушей, они были дном. И обзоры на них вы тоже можете увидеть на канале. Данные уши до сих пор живы, несмотря на все мои попытки их уничтожить. Я их тестировал, наверное, дольше всех, в надежде, что будет плохо, но, к сожалению, было хорошо. Как всегда, в данной ценовой категории на борту все мыслимые и немыслимые фишки, включая адаптивный шумодав и функцию прозрачности. Также есть изменение громкости с ушей, быстрая беспроводная зарядка бокса, защита от влаги по стандарту IPX7. Опять же, не бокса, а только ушей. Кстати, если говорить о зарядке бокса, то ее хватит лишь на две полные перезарядки ушей, еще останется процентов на 40. Маловато. Саморазряда бокса нет от слова совсем. Huawei, учитесь. Подделок данных наушников на Али просто море, как и на Авито. Нарваться на подделку очень легко. Быстрая зарядка ушей дает час звучания в кейсе на 50% громкости при зарядке в течение 5 минут. Уши можно перепутать местами при помещении в бокс. Это минусы, опять же, вы можете сказать, что учись, но они прям совсем похожи. В каждом наушнике по два драйвера, один для басов и другой для средних и высоких частот. И в отличие от китайских брендов, которые пытаются сделать гибриды, я все время им радуюсь. Но они то темные, то светлые, то еще какие-то у них проблемы. А в основном либо у них брак, либо какие-то косяки по сборке. Здесь они сделали все хорошо. И это тоже бесит. Программа SmartFing позволяет отследить местоположение наушников и подключить к смартфону от Самсунга. Сразу две пары наушников. Шамадав есть, но настроен как-то своеобразно. С обновлением функции ANC по мне ухудшили, но одновременно улучшили функцию прозрачности. Ну, одно слово. Самсунг. Единственное, чем не стоит увлекаться, включать одновременно обе эти функции, если не хотите максимально ужасный звук. Аккумулятор в наушнике емкостью 61 мАч. Бокс имеет емкость 472 мАч. За 1 час 10 минут уши зарядятся на 100% с нуля. Поддержка кодеков AAC, SBC и фирменного самсунговского Scalable кодек. При использовании родного кодека уши работают почти на час меньше, чем при использовании кодека AAC. Конечно же, в наличии сенсора приближения, удобная опция обнаружения голоса, когда музыка автоматически приглушается. Если с вами кто-то начинает разговаривать, здесь это работает нереально круто. То есть можно вспомнить Xiaomi, у которой эта функция есть, AirDots 3 Pro. Можно вспомнить еще чертову тучу ушей, кто это сделать пытался. Самсунг сделали это прямо супер классно. Есть Dolby Atmos, и если он поддерживается вашим смартом, включить его я однозначно рекомендую. Он здесь хорошо работает. И почему они на третьем месте? Функция мультипоинта работает только со смартфонами от Самсунга. Возможно, что-то в момент создания моего топа или после этого изменилось, но сейчас пока только так, и это как раз убивает их место. Звукные удивления очень достойны, независимо каким смартфоном вы пользуетесь. Но родной кодек позволяет услышать больше нюансов у композиции. Ну а основной минус, как всегда, это ценник. Самсунг больные. А чуменный минус у них, это форма наушников. Они неудобные. То есть я, понятно, их заставлял себя носить по той причине, что они очень классно играют, у них классные микрофоны и отлично работают функции. Но за три месяца носки я не привык к их форме. То есть я их чередовал с чем-то, что я тестировал. Хотя сами по себе уши хороши. На второе место я поместил еще одни наушники фирмы Huawei, а именно Huawei FreeBud 4. В данных наушниках сосредоточилось максимальное количество технологий, при этом цена гораздо более вменяемая, чем у Apple. Такая вот магия. И самое интересное, что данные уши принадлежат под виду вкладышей, в отличие от остальных наушников в топе, которые являются затычками. Или как многие их называют, вакуумными. Если упомянуть минусы данных ушей, то к ним я отнесу отсутствие индикации зарядки бокса с помощью светодиода, очень скользкий глянцевый корпус наушников, скромная поддержка кодеков AAC и SBC, все номинальная защита от влаги по стандарту IPX4, анимация доступна только на смартфонах марки Huawei, уши отрабатывают всего 4 часа на 50% громкости, что очень немного может быть с прошивками допилят, но пока так. Вот в принципе и все минусы. Плюсов же столько, что устаешь их перечислять. Например, очень адекватно работает система активного шумоподавления, что является вообще нереальным для вкладышей. Я, если честно, не понимаю, как они это сделали, но сделали реально круто, при том, что активный шумодав в третьей версии был вообще ни о чем, лично по моему мнению, хотя многим он казался, что он супер. Громкость можно регулировать прямо с наушников, естественно, полноценный мультипоинт на два устройства, полностью переведенное на русский язык приложение под iOS и Android с множеством настроек, включая поиск наушников, минимальные задержки в играх, поддержка быстрой и беспроводной зарядки, воспроизведение музыки до 22 часов с учетом чехла, что очень неплохо, бокс полностью заряжается за один час, а для полной перезарядки наушников нужно всего 30 минут. Максимально свежая версия Bluetooth 5.2, но главное это то, что звук в наушниках по качеству вполне сравним с проводными вкладышами, да вообще, в принципе, даже с проводными затычками ТВС. Глубокий бас, отлично воспроизводятся средние и высокие частоты, звуковая картина широкая, голос передается максимально натурально. Лучший и единственный адекватно работающий шумодав на рынке ТВС среди вкладышей. И разумеется, в них есть мультипоинт. Первое место в моем топе отдано эталоном для подражания практически всех остальных корпораций. Это, как вы, наверное, догадались, Apple AirPods Pro. Плюсом, 10-ядерный процессор для обработки звука встроен в наушники. Поддержка беспроводной зарядки бокса, быстрой зарядки, к сожалению, нет. Бокс по кабелю Lightning заряжается полностью за 2 часа 13 минут с помощью беспроводной зарядки целых 3 часа. Медленно, на фоне конкурентов особенно. Бокс способен 4 раза полностью перезарядить наушники. Без активного шумодава уши отрабатывают 4,5 часа на 60% громкости. Шумодав вполне неплохо справляется с подавлением монотонных шумов. В шапке при включенном ANC появляется шум. Быстрая зарядка за 5 минут в кейсе, 52 минуты на 52% громкости в связке с айфоном по моим тестам. Для полной зарядки надо 22 минуты в кейсе. Есть режим шумодава при ношении всего одного наушника, правда, непонятно, как он работает. Может, если единственное вы на одно ухо глухой. Минусы с Android. Не все опции работают хорошо. Защита от влаги ушей IPX4. Поддержки последних кодеков нет. Только AAC и SBC. Прикольная опция поделиться звуком, при использовании которой можно передавать звук на две пары наушников сразу. Защита от ложных касаний есть, программная. Звук очень хорош, особенно басы и опять же в связке с яблоком. Детализация хорошая. Самый главный минус – это их цена. 200 баксов – это явный перебор. Но их покупают в основном не бедные люди, у которых есть айфон. На последние деньги их брать точно не стоит. Почему они на первом месте? Да, они проигрывают Huawei по звучанию. Тем же прошкам в связке с Huawei AirPods Pro играют по мне уже на данный момент с последними прошивками с айфоном хуже. С одной стороны. С другой стороны, где-то они проигрывают кому-то по микрофонам. Если вы послушаете тесты, они почему-то отработали в моих тестах хуже, чем некоторые наушники. Особенно вот в топах это слышно. Но мы всегда должны помнить, что у этих людей, которые создают именно эти аксессуары и девайсы, тырит потом весь рынок все. То есть у них крадут технологии, крадут идеи. Они являются, к сожалению, генераторами. Да, не всегда все их идеи, после того, как кто-то их дорабатывает, являются лучшим воплощением. Но мы помним, что они все всегда делают первыми. И не поставить их на первое место – это верх свинства, лично по моему мнению. Потому что они эти темы разрабатывают так, чтобы они приходили в масс-маркет. И этот масс-маркет потом их копирует. Вы можете это дело не разделять. Вы можете пользоваться, как и я, какими-то другими ТВС-ками. Но вклад яблока в индустрию аксессуаров нереально переоценить. Потому что они топы, что в часах, что в ушах. Опять же, с точки зрения премиального массового потребления. Резюмирую. Как я уже сказал, все эти наушники есть на канале в отдельных обзорах. Вне топа я бы поставил Huawei Freelace Pro и OnePlus Bullets 2. В которых тоже есть мультипоинт. Бесподобный звук, но они на шнурках, хотя стоят намного дешевле. На них тоже обязательно посмотрите обзоры. Надеюсь, я вам как-то помог. Если да, не забудьте написать об этом в комменте. Если вы рассматриваете под свой смартфон какие-то уши, лучше всего смотреть на бренд этого смартфона. Если вы купили себе айфон, будьте добры покупать AirPods. Если вы купили себе Huawei, смотрите в их сторону. И не стоит метаться, потому что аксессуары уже у топовых брендов в основном топовые. Единственное, стоит, наверное, экономить. Поэтому не забудьте добавиться в мой телеграм-канал со скидками. Там я очень часто выкидываю очень выгодные предложения. Плюс выкидываю личные промокоды во время распродажи на Али. Очень многим помогает. Надеюсь, и вам поможет. Не забудьте написать в комментариях, на что еще сделать обзор. Поставьте лайк. Напишите коммент, что еще купить. И ободряющий коммент, полезен ли был вам этот топ. Долго я его вымучивал, потому что найти 10 наушников с мультипоинтом достойных довольно сложно. Это не к тому, чтобы вот какое молодец, а к тому, что и правда их мало. Ставьте лайк за труды, подписывайтесь на канал с колоколом. Девайсом однозначно да, кроме тронсмарта. Добра и удачи вам, дорогие друзья.